Всем привет! Вы на канале Соня и Свидослава. Здесь мы рассказываем про нашу жизнь в Израиле и не только. И сейчас мы хотим показать вам один такой выходной день. Сегодня суббота, шаббат. Все сидят на улице, завтракают. И мы решили отправиться в одно очень интересное место. Куда мы идем? На клубничную ферму. Да, все так. Вот мы сейчас идем к нашей машине. В Рамадгане довольно тяжело с парковкой. Поэтому вот нам сейчас нужно минут семь, наверное, дойти до машины. И потом двадцать минут до самой клубничной фермы. Что вообще это такое? Это ферма, где растет клубника, где любой человек может приехать, заплатить за вход и поесть, посрывать эту клубнику с грядки. И если вы хотите забрать какую-то часть с собой, то можете просто заплатить еще. И тогда вам дадут там какой-то контейнер, и вы сможете пособирать еще в контейнер. Сейчас машина прогреется. Придется отдавать наше парковочное место. С него очень жалко уезжать, потому что хороших легальных мест для парковки недалеко от дома не так уж много. За них приходится воевать или идти за 3-9 земель. То есть, на самом деле, проблем с паркингом... Собачки заигрались. Да, если ты не хочешь платить деньги за частный паркинг, то, конечно, придется покружить по району. А сколько стоит частный паркинг? Ну, самое дешевое, что я находил, было на Фейсбуке за 500 шекелей в месяц. Ну, ты ж модно немножко оплатить 500 шекелей. Тем более, если ты знаешь, что в радиусе 10-15 минут от дома можно найти место всегда. Нужно только потратить 20 минут, может быть. Тем более, что у нас есть стикер Ромадгана. Да, посмотрите сюда. У нас есть такой стикер, который разрешает нам парковку на определенных улицах в Ромадгане, а на других улицах скидка 50%. Для того, чтобы получить стикер вашего города, например, Ромадган, если вы живете в Ромадгане, вы должны прийти в Ирию города. Конкретно в Ромадгане это находится недалеко от Яркон парка. Адрес, если я найду, мы напишем в описании видео. Вы должны принести с собой ваши документы, Туда Цзоут. Далее вы должны принести с собой регистрацию. То есть, если вы, например, только-только переехали, то сначала вам нужно сходить в Месрат Апним и сделать эту синюю бумажку, которая называется Сеферк Туда Цзоут. И с этими документами, а также с вашим договором на аренду, вы должны прийти в Ирию города и попросить вам сделать стикер на парковку. Там вам определяют зону, к которой вы прикрепляетесь. Это основывается на том, на какой улице вы живете. Например, у нас зона 1. Это просто значит, что под конкретной зоной закреплены конкретные улицы, где вы можете парковаться. И вот мы можем парковаться на всех улицах, которые находятся в зоне 1, где разрешена, естественно, парковка. И там мы можем парковаться бесплатно, если, соответственно, нет каких-то других правил. То есть, всегда все равно очень советуем читать знаки. Мы тут недавно получили штраф. Было очень обидно, потому что мы только-только получили этот стикер. И в итоге мы просто не заметили, что эта парковка была рядом со школой. И там нельзя парковаться с, по-моему, 8 или 7.30 утра до часу дня. И нам вот поставили штраф там типа в 7.50, при том, что мы забрали машину в 8 утра. Ну, короче, очень неприятно, но это наша вина. Ничего не поделать. Сейчас греем машину и двигаем в клубничный фермер. Субтитры сделал DimaTorzok Купили два билетика. Заплатили за двоих 80 шекелей. Нам дали два вот таких маленьких контейнера, наверное, на три клубнички. И мы можем здесь прийти и пособирать клубнику в рот. Я так понимаю, что еще какое-то количество собрать сюда. Вот сейчас мы пойдем и начнем наш сбор. Предлагаю пойти в самый конец, докуда всем лень доходить, чтобы собрать самые красные клубнички. Хотя я тут уже вижу. Оп, оп, оп. Покажи нам. Оп, так мы срываем. Ммм, очень вкусно. Клубничка. Бомба, честно говоря, самая любимая. Оп, вот как я и сказала, на три клубнички. Я вообще переживал, что мы можем приехать, а нам не достанется клубники. Она как-то, правда, немножко плохая с другой стороны, но посмотрите, какая большая. Моя первая клубничинка. Блин, это очень прикольно. Вкусно? Да, клубника вкусная. Прикольное место. Здесь все люди такие на расслабоне, что-то гуляют, клубнику едят. Шаббат. Шаббат, да. Посмотри. Это за одну минуту сбора. Маленькая и страшная. На тамбнел. И с ремешка лим. Попугаи летают. Да, реально. Видите? Не знаю, видно ли на эту камеру. Но там целое стадо попугаев. Посмотри. Хвастаемся уловом. Это сладкое. Помнишь, когда мы жили в Китае? Там тоже было такое развлечение. Офигенно. Это типа как шведский стол, но только с клубникой. Только с клубникой. Вот это местный израильский спорт. Приезжать в шаббат и собирать всей семьей клубнику. Мне это нравится. А еще у нас сейчас с Астаславом возник к вам вопрос. Что вы больше предпочитаете? Чтобы были видео покороче. Например, вот просто такой шаббатный день, собирание клубники. Видео, я думаю, минут на 10. Либо чтобы такие видео были встроены в какие-то более длинные видео. Короче, на одной чаше весов. Это короткие видео почаще или более длинные видео, но скорее всего пореже. Дайте знать нам в комментариях. Мой темлид на работе посоветовал взять с собой большой контейнер. Потому что так делают все. Все сюда приезжают со своими контейнерами, собирают контейнеры, кладут их вот в такой вот шоппер и выходят. Светослав в поисках лучших ягодок этого сезона. Что, уже все собрали? Нет, не все, но много мятых. Ребят, мы так объелись. Пипец, не надо было завтракать. Это точно. Мы насобирали по контейнеру клубнички. Посмотрите, какая огромная просто. Это как груша. И вот сейчас сидим в такой беседке и просто кушаем клубнику. А потом пойдем и соберем еще по контейнеру. Здесь по большому счету делать больше нечего. Либо собирать клубнику, либо есть клубнику. Можно и то, и то сразу. Да. Но если ты не делаешь ни то, ни другое, то больше здесь делать нечего. Клубничный ASMR. Клубничный ASMR. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы пришли с нашим уловом. Это раз. Это два. И, конечно, самое главное, это три. Интересно, сколько мы собрали килограммов? Для полноты картины можем специально взвесить это... Так, ладно, это все какое-то маленькое. Берем. Убираем вес тары. И взвешиваем нашу клубничку. Ну, как ремарк, я хочу сказать, что мы ездили туда не для того, чтобы набрать как можно больше клубники, а скорее просто ради опыта. Мне кажется, это довольно прикольное занятие. Пособирать клубнику, хорошо провести время на свежем воздухе и все такое. Ну вот, из этих двух контейнеров 528. Мне просто кажется, что вот это у нас не поместится. Все, сейчас сюда. А нет, поместится. Упс. Килограмм 344 грамма. Вообще, мне очень понравилось, как мы сегодня провели день. Все ссылки будут в описании, если захотите приехать на эту же ферму. Сможете найти, где она находится. А на этом все. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...